Свердловская область стала пилотным регионом России для формирования новой системы подготовки кадров. Свердловская область вошла в число 12 пилотных регионов России, в которых начнется работа по формированию новой национальной системы квалификаций для всех отраслей экономики. По сути, будет разработана система, при которой квалификация работника, будь то выпускника вуза или рабочего на предприятии, будет требовать регулярного подтверждения. Это позволит работающим специалистам постоянно совершенствовать свои навыки, а учащимся сразу выходить на рынок труда, имея подтверждение понимания специфики сферы, в которой он будет работать. Эти вопросы обсудили представители экспертного сообщества на международной конференции о внедрении национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне, которая состоялась в заключительный день Иннопрома. Как уточнила вице-премьер областного правительства министр финансов региона Галина Кулаченко, в процессе развития национальной системы квалификации будет сформирована инфраструктура для поддержки внедрения новых профессиональных стандартов и процедур независимой оценки качества подготовки кадров. Работники, подтвердившие свою квалификацию в системе независимой оценки, получат определенные конкурентные преимущества на рынке труда, что в целом приведет к повышению качества трудовых ресурсов. По словам исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяны Консофаровой, к первоочередным задачам союза в данной сфере относится подготовка экспертов, которые займутся разработкой профессиональных стандартов, их реализации в системе управления персоналом и в образовательных организациях. Важно также заниматься популяризацией этой темы. Сегодня много спекуляций по поводу профессиональных стандартов. Фактически же это новый интересный инструмент управления рынком труда, управления персоналом и квалификацией работника. Не случайно многие предприятия, не имея утвержденных Минтрудом профессиональных стандартов на какие-то профессии, разрабатывают собственные корпоративные стандарты. Они понимают, что такой инструмент очень удобен как для управления персоналом, так и для диалога с образовательными организациями, отметила Татьяна Консофарова. Отметим, вопросы кадрового обеспечения экономики региона являются постоянным приоритетом губернатора и правительства Свердловской области. Долгосрочные ориентиры решения задач обеспечения экономикой кадрами обозначены в стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 и 2030 годы. Одним из инструментов реализации стратегии является комплексная программа «Уральская инженерная школа», которая определяет основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для экономики области через создание системы непрерывного технического образования. Реализация мероприятий программы «Уральская инженерная школа» направлена на активное вовлечение работодателей в процесс опережающей подготовки кадровых ресурсов, эффективную реализацию творческих возможностей молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова